Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает впервые здесь, в нашем эфире, председатель Совета регионального отделения «Партия Родина» Федор Лугинин. Федор, добрый день. Добрый день. Начнем с вопросов, которые поступили на сайтах akirova.ru. Напоминаю, что каждый раз накануне прихода нашего гостя в разделе «Анонсы» вы можете задавать вопросы гостю, и мы их озвучиваем, и гость уже сам решает, хочет он отвечать на них или нет. Так вот, Алексей спрашивает. Федор, доброе утро. Объясните нам, какой смысл реанимировать партию, которая, по сути, дублирует ядро и ОНФ, и справедливоросов. Вот вы зачем там неужто в Госдуму собрались? Но давайте начнем сначала. Какой смысл был реанимировать партию в нашем регионе? Какой смысл реанимировать партию? Она реанимирована в России в 2012 году, насколько я помню. После шестилетней литургического сна, не знаю, смерти, еще чего там было, да? Ну, видимо, сна все-таки раз реанимировали. А в этом году в Кирове она реанимирована. Сколько лет в Кирове не было? Она с 2014 года существует в Кирове. До этого был председателем Сергея Геннадьевича Кашин. Она работала. Просто, наверное, читатель очень слабо наблюдает за политическими процессами. Ну, или сама партия не слишком активна была. Если бы он зашел в интернет, зашел на сайт, на федеральный сайт, там новости, регулярные мероприятия, процессы, они как бы весь период шли. Может, сейчас мы стали чуть-чуть активнее, так как у нас в конце декабря прошел съезд, были избраны руководящие органы. Меня избрали председателем данной партии. Мы учредили 22 комитета на различных направлениях. Те специалисты, которые у нас сейчас есть в партийном активе, создали несколько местных отделений. Будем продолжать их создавать. Увеличилась численность на сегодняшний день. Да, давайте разберемся. Вы говорите, что 22 комитета местное отделение создало. Это значит, сколько у вас членов расхватилось на 22 комитета? У нас на сегодняшний день порядка 100 членов партии. 100 членов партии на 22 комитета. Мы сразу заявляем о том, что мы не гонимся за численностью. Мы выбираем только тех людей, которые хотят вместе с нашей партией идти, продвигаться и расти. Мы подбираем предпринимателей, врачей, учителей, молодежь различного плана, бизнесменов различных направлений. И всем, как мы и проговаривались, их работа идет в рамках какого-то конкретного комитета. Допустим, комитет по здравоохранению, комитет по промышлению. Допустим, комитет по промышленности, будем так говорить. Комитет по промышленности возглавляет Олег Мосягин. Вятский станкостроительный завод. Комитет по спорту, допустим, возглавляет Альминова. Мастер спорта. Нет, не Альминова. Какая? А ее младшая сестра. Младшая сестра Альминова, Александра. Она член партии Родина. Да, совершенно верно. И возглавляет комитет по спорту. Да. Курдюков Михаил Юрьевич у нас возглавляет Кировское городское отделение. Это кто? Это у нас молодой человек, который прошел много этапов выборов. До этого возглавлял объединенную огромную промышленную партию. Он вместе со своим активом вошел в партию Родина. Молодой политик, так скажем. Молодой политик, который выступал у нас... Мы его не знаем, к сожалению. Он у нас был на эфире. Может быть, не помню. Надо активно участвовать. Вместе с Катериной Ткаченко и с Олегом Мастягином они к вам приходили как раз в преддверии выборов, когда наши списки, к сожалению, были сняты с выборов в городскую дуну. Да, да, помним. Мы долго боролись по этому вопросу. В итоге, к сожалению, власть нас не допустила до участия. Накануне выборов сентябрьских вы имеете? Да, совершенно. Я думаю, что мы больше таких процессов не допустим. Потому что, во-первых, мы стали сильнее, мы стали более организованнее, мы стали более ответственнее и более последовательнее. Ну, так каковы в таком... А, ну вот, партия, которая, по сути, дублирует ядро ОНФ и справедливо-россов. Чем вы отличаетесь от трех перечисленных хотя бы Алексеем партий? А все очень просто, на самом деле. Мы полностью говорим о том, что мы патриоты нашей страны. А они тоже говорят, что не патриоты. Они тоже говорят, патриоты. Но мы боремся за миграционную политику, за усиление миграционной политики. Что это значит? Это о том, что мы говорим, что у нас очень много своих людей, которых нужно трудоустраивать. То есть вы против мигрантов? Совершенно верно. Потому что я считаю, что на сегодняшний день мы можем найти в районах Кировской области, в районах нашей страны массу людей с образованием, русскоязычных, которых не надо учить культуре, которые вполне способны справиться с поставленными задачами. А вот сегодня в утреннем эфире у московских коллег был гость, он владелец бизнеса мяса и рыбы. Может, вы слышали эту буквальную историю, когда представители правоохранительных органов требовали от сотрудников этой сети карточку с 50-процентной скидкой, в связи с чем захватили персонал и держали их 8 часов у себя там в отделении. Так вот, там как раз выбирали людей, которые мигранты, и владелец этой сети говорил, что, к сожалению, например, в Москве совершенно невозможно нанять не мигранта в качестве мойщика посуды, например. Сегодня мы... А вы говорите, мигранты нам не нужны. Ситуация следующая. Понимаете, что предложение рождает рынок. Если бы на сегодняшний день этого мигранта в данной ситуации не было, то производитель, работодатель, нашел бы возможность увеличить зарплату и принять туда русскоязычного гражданина. Мы таким образом сами... А, то есть вот в чем дело. То есть сплатите больше денег, не пускайте мигрантов, и русские пойдут мыть посуды. Конечно, совершенно верно. Не то, чтобы русские пойдут мыть посуды. Тут вопрос стоит по-иному. Все профессии, как почетные, там и дворники, и слесарь, и прочее, прочее, прочее. Но если мы создаем сами такие условия, люди, естественно, туда не пойдут заработать. Какие мы условия создаем? А мы создаем условия, мы заменяем полностью весь плац мигрантами. Мы даем возможность другим гражданам другой страны зарабатывать здесь деньги. То есть полная изоляция России от мигрантов? Не полная изоляция. А можно было проговорить таким образом, что мы можем брать каких-то специалистов высокого уровня в каких-то направлениях, в образовании, здравоохранении. Выборочно. То есть мы должны брать действительно тех людей, которые нужны нынче нашему отечеству. Они всех заподрят, что... А низкоквалифицирован закрыт ход, правильно? Почему нет? А как? Еще раз говорю, что мы должны выработать точечную политику по мигрантам. Значит, если нам нужны в этой сфере, если нам нужны, допустим, космонавты, предположим, и любая страна может нам поставить космонавтов, то мы можем взять, раз они нам нужны. Но если мы говорим, что нам не нужны плотники, потому что у нас у самих плотников очень много, и лесорубы для Киевской области очень-очень много. Зачем нам брать лесорубов, если у нас свои средства заработают? Миграционная политика, этим вы отличаетесь от справедливо-россов ядра ОНФ еще чем? От ОНФ будем так, что мы отличаемся, мы вообще по большому счету с ОНФ дружим, потому что у нас председатель Алексей Журавлев входит в состав учредителей данной организации. Дружим всеми ими, что называется? Что мы взаимодействуем с ними очень плотно, и в Киевской области, я думаю, мы это взаимодействие в ближайшее время тоже отладим. Вы почему? Касаемо справедливой России. Справедливая Россия год за годом показывает свою несостоятельность. Мы это реально понимаем. Да, безусловно, у нас один электорат. Мы это тоже понимаем, потому что справедливая Россия, по большому счету, была создана на базе Родины. Все это прекрасно понимают. Сегодня мы говорим о том, что Родина будет самостоятельной политической силой. Почему справедливая Россия сегодня несостоятельна? Потому что их кадровая работа показывает то, что они с каждым годом теряют свой электорат. И в Кировской области мы это прекрасно видим. Выборы от выборов, процент все меньше, 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 меньше. Это говорит о том, что партия идет никуда. Если взять на уровне страны, то там всего лишь несколько сильных региональных отделений, на которые сегодня держится партия. Надо будет вас с Павлом Трофеевым здесь в одной студии посадить. Я слушал его интервью, и по некоторым вопросам, я думаю, что у нас позиции совпадают, так как мы дружим и взаимодействуем. В отношении смерти справедливой России в Кировской области. Я вам скажу откровенно, что некоторых представителей справедливой России я активно приглашал. Я не буду называть фамилии, но я приглашал. Почему переманивал? Мы всегда принимаем тех людей, которые адекватные, сильные, которые хотят развиваться. Есть те, кто перешел, принял другой партия? Из справедливой России пока нет. А, держатся все-таки, да? Вопрос такой. Неужто вы собрались в Госдуму? Это последний вопрос Алексея. Я могу сказать, что мы ставим такие задачи в следующую Государственную Думу. У нас будет 100% представительство. У нас впереди 4 года. Мы занимаемся активным формированием базы, будем так говорить. За 4 года мы совершенно, я в этом уверен, подготовим те возможности, чтобы набрать 5% барьер. В Кировской области мы этот 5% барьер наберем. У нас сегодня статистика говорит, что средняя поддержка электората по области составляет от 1,5 до 2%. Нам осталось еще 3. Не потому, что... А потому, что это сегодня патриотическая сила, она нужна. Ее просто не хватает. Еще не хватает патриотические силы? Совершенно. Потому что... Да что, у нас рейтинг президента такой высокий, а президент... А давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем, Светлана. Давайте, через полминуты после небольшого перерыва. Хорошо. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение высказывает сегодня председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Федор Лугинин. Федор, давайте порассуждаем. Вы на этом закончили первую часть нашего разговора. Вы сказали, что в России на данный момент не хватает патриотических сил. Я удивилась и сказала, да как же так не хватает? Если все говорят, что не все патриотические. Если нет ни одного человека, который не сказал бы, что он патриот... Единственная патриотическая сила... Ну и рейтинг президента, которого вы поддержите, партия «Родина», ведь безусловно поддерживает президента. Начиная с 2004 года вы, собственно, так и организовывались, как по силе, которая поддержит конкретно Путина. Не президента вообще, а Владимира Владимировича Путина. Да? И рейтинг Владимира Владимировича Путина по всем соцопросам сейчас просто зашкакивает. Давайте порассуждаем, Светлана. Вот смотрите. Патриотизма не хватает. Единственная сила патриотическая, на мой взгляд, это наш президент, национальный лидер Владимир Владимирович Путин. А все остальные что? Так себе погулять вышли? Давайте по порядку, да. Вот смотрите. Порассуждаем. Почему Владимир Владимирович Путин в эти выборы пошел со мной движенцем, а не пошел от партии «Россия»? Почему он рассуждается? Давайте рассуждать дальше, да. Мы видим сегодня в Кировской области, как заявляют многие рейтинги, агентства, что население не хочет идти на выборы. И с каждым циклом выборных процессов мы понимаем, что население все меньше и меньше. О чем это говорит, Федор? Это говорит о том, что оно разочаровывается во власти. То есть во Владимире Владимировича Путине, который у нас возглавляет эту власть на протяжении... Если сравнить президентские выборы и местные выборы, то разница в явке всегда есть. Будем так говорить. Вот, да. Поправить себя. То есть не ходят на региональные выборы и на муниципальные выборы. Почему? Не верят в муниципальную и региональную власть. Отвечаю я на ваш вопрос. Вопросы не верят в муниципальную и региональную власть. Кто сегодня у нас стоит во главе муниципальной и региональной власти партии «Единая Россия», которая имеет большинство в областном законодательном собрании? А ничего, что губернаторов прямо назначает, по крайней мере, как ИО, Владимир Владимирович Путин? А потом уже население приходит или не приходит на выборы? Это отдельный разговор. Как это отдельный? Вы об этом говорите, что люди приходят, не приходят на голосование за губернатора, потому что не верят во власть. А власть эту назначает Владимир Владимирович, нет? Светлана, мы сегодня конкретно говорим о разнице между патриотами «Единой России» и «Справедливой Родиной». Так вот, если в этом контексте смотреть... Вот, вы уточнили, не все население этого региона, а члены партии. Если смотреть в этом контексте, то, к сожалению, мы реально понимаем, что об этом везде пишут, и не мне об этом заявлять. Это вся пресса проговаривает так, что «Единая Россия» забронзовела. Она не тянет сегодня на себя тут патриотический нагруз, который должна была бы тянуть. Как в советские времена, условно говоря, коммунисты тянули. Первый министр сейчас дрогнул на своем кресле. Ничего страшного. Я говорю о том, что в свое время комсомол тянул нагрузку молодых патриотов. Сегодня ее никто не тянет. Давайте вернемся к молодежным проектам, типа «Молодой гвардии» и прочих молодежного парламента. Так вот из молодежного парламента сделали элементарную фикцию. Взяли список, приняли людей, какая конкуренция, какая молодежь, какая патриотика. Я был в составе четырех молодежных парламентов. Я прекрасно представляю, как и почему-то можно было развиваться, как можно было быть патриотом, а как сегодня взяли определенное количество людей, я читал в прессе, понесли список, утвердили. Нам надо просто еще разобрать много вопросов. Давайте все-таки мы здесь с вами, что называется, отчеканием в бронзе, как вы говорите. Смотрите, то есть патриотизм, который пропагандирует и проводит жизнь Единая Россия, Справедливая Россия, о которой вы говорите, он устарел. Он какой-то не такой. А какой он должен быть? Вы знаете, что нужно, на самом деле? Что нужно населению сегодня? Населению нужны новые люди, новые лица. Просто устали от этих сил? Устали от всего. Устали от четырех партий уже. А от президента не устали, который 18 лет на посту? Или сколько он? Президент национальный ревер. Как от него можно устать? А, все. Это уже как бы вопрос решен. А от четырех партий просто устали, на самом деле. От Зюганова устали, от Жириновского устали. Устали от Единой России. Потому что так или иначе, я не говорю, что Родина, условно говоря, там работают святые люди, но она не так давно, условно говоря, организовалась, что там действительно пока, допустим, по кадровому вопросу претензий никаких у населения, запроса никакого нет. Ну, а вот и коммунисты новое лицо выдвинули. Грудинин, пожалуйста. Замечательный человек. Нравится? Ну, он же сам сказал, что... А не по правильному пути? Он же сам сказал недавно, какая его основная задача. Его основная задача — дойти до конца выборов. Он не сказал, что его основная задача — стать президентом, если вы внимательно слушаете его интервью. Он просто сказал... Он патриот? Он патриот. Он патриот. И очень хорошо, что в этом цикле коммунисты взяли нового человека. Это даст им еще какой-то определенный временной момент, что они еще что-то будут набирать. Потому что их люди уже уходят, к сожалению. Мы реально это понимаем. Слушайте, а вот эти вот, как многие эксперты говорят, что у нас партии не рождаются и не умирают, по крайней мере те, которые заявляют, что они патриоты, поддерживают Путина без непосредственного участия администрации Путина или самого Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, по вашим сведениям, дал добро? Или указания на развитие партии Родина? Тут вопрос очень сложный, потому что за Владимира Владимировича я отвечать не могу. Вы не слышали. Я не слышал. Все понятно. Я напоминаю, что мы слушаем особое мнение председателя Совета регионального отделения партии Родины Федора Лугинина. Последний маленький короткий вопрос. Можно такой же ответ. А вы собираете подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина? Я думаю, что помимо партии Родина есть кому собирать подписи по Владимиру Владимировичу. Тем более, что они уже собраны. Мы собираем свои подписи под русским патриотическим наказом Владимиру Владимировичу Путину. То есть вы наказ Путину? Мы на своем съезде в декабре приняли решение обратиться с русским патриотическим наказом Владимиру Владимировичу. Под этим мы собираем подписи. Что там в наказе остальной? В наказе основная это миграционная политика, это то, что деньги должны вкладываться в население, здесь, в города. То есть социальная политика. Социальная политика. Здесь же развитие продолжение. Там у нас еще и усиление военно-промышленного комплекса соответственно. И естественно укрепление суверенитета страны. Сильная внешняя политика, которая позволит стране идти вперед, развиваться, укреплять свои позиции. Укрепляет внешнюю политику Владимиру Владимировичу еще без вашего наказа? Нет? Что вы ему напоминаете? Помимо наказа у нас от каждого человека, с которым мы сегодня проводим работу, мы будем брать наказы Владимиру Владимировичу Путину. Судя по тому, что вы говорите, это наказы, это только поддержка его политики. Нет, не совсем. Там от каждого человека будет индивидуальный наказ. Мы собираем еще наказы. И гарантируем, что данные наказы лягут Владимиру Владимировичу на стол. Ну, потому что касается оборонки, внешней политики, укрепления, суверенитета, это все слова нашего президента. Ладно, хорошо. Следующий вопрос, который есть на сайте eho-kirva.ru от Антона. Федор, как называется ваша родина, Вятка или Киров? Обоснуйте, пожалуйста. Моя родина называется Киров, потому что я родился в Кирове. И то, что сегодня со всех сторон идет муссированная тема переименований в Вятке в Киров. Вятка, это еще и самое интересное, не основное название нашего города, был еще и Хлынов, и еще какие-то небольшие названия. Екатерина вторая как повелела, чтобы все-таки была Вятка, так она и организовала центром губернии нашим городом. Будем говорить так, я ни разу не слышал ни одного аргументированного, со всех сторон адекватного ответа, почему нужно сегодня переименовать в Вятке. Что бы для вас служило аргументацией, вот конкретно? Я считаю, что у нас сегодня Киров уже достаточное количество лет существует. Если мы будем переименовать это дополнительные затраты финансовые, у нас и так бюджет, все время говорят, что в бюджете денег нет. Никакого смысла на сегодняшний день тратить бюджетные деньги. Это основной аргумент. А если вам аргументированно в письменном виде покажут, что не будет никаких затрат? Это невозможно, мы это прекрасно понимаем. А, то есть этого не может быть, потому что не может быть никогда? Совершенно верно. Так, следующий вопрос. Это уже от меня, может быть, вы знакомились. Я надеюсь, вы познакомились, потому что я вам посылала ссылку. Это ситуация вокруг управляющей компании Ленинского района. Вы помните, что не очень давно Илья Вячеславович Шульгин, когда совершал обход по дворам и смотрел, как чистится город от снега, практически уволил нового главу управляющей компании Ленинского района. Так вот, глава и его замы уволились не просто так. Они уволились с золотыми парашютами, общая сумма которых составила 2 миллиона рублей. Глава уволился с шестимесячной зарплаты в миллион рублей, и пара его заместителей еще на второй миллион потянули. Как вам эта история нравится? Считаете ли вы, что топ-менеджеры управляющих компаний имеют право увольняться с высокими золотыми парашютами, с зарплатами, с выходными или нет? Я считаю, что здесь нужно исходить все-таки из какой-то правовой оценки компетентных органов. Если сегодня законодательная база у нас позволяет людям увольняться с миллионными парашютами, то значит мы должны понимать, что у нас бардак в процессе. В законодательстве. Да, у нас там просто бардак. Если мы можем просто взять миллион, поставить там на счет себе, бухгалтеру и уйти. Я слышал, была инициатива Народного фронта, я ее полностью поддерживаю, о том, чтобы как-то зафиксировать законодательно, чтобы организации не могли на сегодняшний день таким образом поступать. И мое мнение очень простое. Пусть прокуратура Кировской области даст правовую оценку данным моментом и сделает определенные выводы. То есть тут голословно вникать в вопросы, которые мы слышим только о поверхности, я не вижу никакого смысла. Вы вообще следите за деятельностью управляющих компаний в городе Киры? Я слышал, что там с ней все, что-нибудь не ладится. То там начальника посадят, то они не проследят там какие-то смертельные случаи, еще что-то. Я считаю, что не только нужно проверить эту управляющую компанию по поводу Парашитов, вообще провести комплексную проверку по всей его деятельности, посмотреть, что там вообще на самом деле происходит, и после этого сделать какие-то определенные выводы. А в вашем доме есть управляющая компания? Я, честно говоря, не знаю. Вы не знаете. У нас в студии председатель Совета регионального отделения партии Родина Федор Лугинин. Я так поняла, что городские-то дела у вас как-то не вызывают особого интереса. Почему? Наоборот. А вот на чем, например, в чем вы копаетесь, роетесь, что в сфере ваших интересов в городе? Ну, на следующий день я совсем недавно, стали мы изучать точечную застройку. Так, давайте. Совсем недавно в прессе появилась информация. В связи с чем это вы вдруг стали изучать? Ну, я же сам живу в парке Победы. А, так, парк Победы. Я же живу с парком Победы, да, и как бы как простой житель, мне стало интересно, почему вновь стали эти все ситуации подниматься. То есть, вроде бы, решение какого-то было, там началась какая-то застройка, было решение прокуратуры, а сейчас заново какие-то обращения, по-моему, депутаты, депутаты Заксобрания, общественная палата. Да, я могу сказать, мы еще не получили там нигде в паблике опубликованных материалов, но уже Виталий Брам просто на моих глазах собирал подписи под петицией, которую направили, я знаю точно, что она зарегистрирована, в администрации города Кирова. Наиме Ильи Вячеславовича Шульгина с просьбой вернуть земельный участок собственности города Киров, тот самый земельный участок, который прилегает к парку Победы, который был продан под застройку. Значит, просим учесть мнение жителей города Кирова, считающих незаконным продажа части земли парка Победы, вернуть дальний земельный участок собственности МО «Город Киров», обратиться в вышестоящие судебные инстанции с заявлением об обжаловании решения, обратиться в Следственный комитет, заявление о причинении муниципальному образованию города Киров, ущерба, привлечении виновных лиц, допустивших данное нарушение. Вот такие обращения сейчас последовали в городадминистрацию, видимо, сегодня-завтра будет в общем паблике опубликовано. Слушайте, ну вот в данном случае, вы говорите, я против точечной застройки, ну и Парк Победы приводите в пример, но здесь ведь все уже решение суда есть, участок передан, чего уж тут, я не знаю. Нет, тут существует некая тематика конфликта интересов, которая всегда существовала. Если мы... У кого конкретно тут конфликт интересов? Если мы сегодня говорим, вот Виталий Ибрам сегодня выступает с позиции жителей, он собрал письмо, я насколько знаю, 6,5 тысяч подписей депутата городской думы, депутата законодательного собрания. Это когда 6,5 тысяч подписей? Ну, по моей информации, жители мне говорят, что они слышали где-то, что порядка 6 тысяч уже подписей собрано. Я вот, как сказали, так, собственно говоря, и это мои соседи, что они подписались, говорят, там порядка 6 тысяч уже собрано. И даже более я скажу, что по их информации это письмо уже отправлено Владимиру Владимировичу Путину. Даже Путину, что вот сейчас? Да, что в администрацию президента. То есть вот если действительно так эта вся ситуация прогрессирует, то я нисколько не сомневаюсь, этот вопрос будет в ближайшее время разрешен. А в какую сторону разрешен? Я думаю, что администрация президента даст поручение компетентным органам. Те изучат всю законодательную базу, как все это происходило. Если это законно происходило, то будет утвердительный ответ, что все прошло по закону. Если это происходило незаконно, то, соответственно, все нужно будет перевернуть обратно. И как просит Виталий Брам, вернуть круги свои. А вы подписывали эту петицию? Нет, я не подписывал. А подписали бы, подену вам в руки? Я подписал бы прямо сейчас, если бы она здесь лежала. Да. И это Федор Лугинин, председатель Совета регионального отделения партии Родина. Его особое мнение мы слушаем. Через полтора минуты снова в студии у нас реклама. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Председатель Совета регионального отделения партии Родина Федор Лугинин высказывает свое особое мнение. И перед выходом на перерыв Федор заявил, что партия Родина, региональное отделение партии Родина плотно будет заниматься вопросом точной застройки в городе Кирове. Мы уже начали говорить о петиции, которую инициировал Виталий Брам. И, как Федор заявил, его соседи сказали, соседи Федора сказали, что уже 6,5 тысяч человек подписало эту петицию. Петицию заключается в том, что Илья Вячеславович Шульгин, администрация города Кирова, инициировала проверку справедливости продажи участка, прилегающего к парку Победы, вернула его в муниципальную собственность. И там еще у них в письме написано, оно сейчас у меня перед глазами, что постройте там школу, например. А вы говорите, что если бы эта петиция лежала у вас перед глазами, сейчас надо было бы подписать, вы бы ее подписали. Еще раз, почему? И почему Родина? И как будет заниматься вопросом точной застройки в Кирове? На самом деле мы для себя реально понимаем, что есть определенные крупные направления, такие как Солнечный берег, такие как Чистые пруды, где есть возможность строить и продолжать расширять город. Для этого там коммуникации, подхода и все остальное. Мы реально понимаем, что у нас был городостроительный пранк в 1970 году, который четко запланировал, где и что должно быть построено. Мы сейчас достраиваем ее, дожимаем, добиваем вот эти маленькие участки, которые на самом деле должны быть свободны для парков, еще для каких-то определенных зон. Мы реально понимаем и финансовый интерес тех компаний, которые хотят в центре города строить за более крупную сумму. Это понятно, но это бизнес. А в данном конкретном случае мы должны все-таки исходить из интересов населения, которое проживает в данной территории. Поэтому я категорически против вообще какой-либо точной застройки. Давайте вернемся сейчас к парку Победы буквально на два слова. А вы что на этом участке видели бы? Увеличение парка. Какая-нибудь там социальная тематика. Даже если там построили бы, предположим, построили бы школу, это было бы, наверное, неплохо. Но не жилой дом, потому что это, опять же, это парковочные места дополнительные, это дополнительное усиление населения на данной конкретной территории. Увеличение количества, да? Конечно, конечно. Понятно. Так, ну, про Ленина в мавзолее спрашивать вас не буду, потому что уже выяснили в перерыве, что вы не следите за этой историей, что это такой научный эксперимент или святые мощи. Это мы, значит, с другими людьми обсудим здесь. Ну, почитайте на досуге, очень интересно комментируют. Вот, а мы, может быть, завтра в дневном развороте эту тему разберем. Продолжая вопрос, ну уж никуда не деться, раз вы назывались партией, в смысле партия Родина существует, а вы назывались ее лидером в нашем регионе, то придется нам поговорить о команде Родина, которая тут почти в полном составе отравилась на очередном этапе хоккейного кубка и не смогла принять участие в очередной игре. Но я сейчас не про отравление хотела вас спросить, как вы относитесь. Наверное, только стоит пожелать хоккеистам выздоравливать побыстрее. Но вопрос следующий, сохранять команду или нет, профессиональной или любительской, за чей счет содержать, надо ли вообще содержать. Вот об этом мы говорим уже каждый день на протяжении многих-многих месяцев. Это называется такой хайп вокруг команды Родина. Он не смолкает, все время ищутся какие-то средства, собираются бизнесмены раз, наверное, в год. Какие-то деньги откуда-то появляются, чтобы те другие третьи-десятые долги закрыть. Вот вы за этим процессом следите, как относитесь? Я могу сказать тут очень простым языком. Давайте. Если мы говорим о том, откуда Родина должна финансироваться, и сохранять ли команду или нет, то, безусловно, сохранять. Команду сохранять? В каком виде сохранять? В том, в котором она есть сейчас. Профессионально. Потому что, если потом с нуля создавать и доводить до профессионального уровня команду, это практически невозможно. Мы это реально понимаем. У нас сегодня в Кирове есть определенные традиции. Есть люди, которые этим живут, этим болеют, и мы не можем просто так бросить. А адекватны ли средства, которые требуются для сохранения этой команды? Почему мы сегодня говорим о том, что из каких средств содержать, еще что-то? Почему мы не говорим тогда, из каких средств нам стоит ровить Олимпиаду, дорогие друзья? Если мы говорим в целом о поддержке на государственном уровне спорта и говорим, что у нас есть Олимпиада, и мы вкладываем туда миллиарды рублей, то мы на уровне области должны четко для себя понять, что профессиональную команду может содержать только власть. И решать эти вопросы должна только власть. Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял в последнее время, что профессиональные команды, это его слова, ваш лидер, не должны поддерживаться из бюджетов любых уровней. А я не говорю, что это должно поддерживаться из бюджета. Зачем это поддерживать? Давайте сядем, определим вопрос для каких-то крупных предприятий, дадим налоговую поблажку определенного характера, и они за счет этого будут поддерживать эту команду. Как делают, собственно, везде. В Цитарстане, еще где-то. Это элементарный пуль. Зачем мы изобретаем велосипед, если есть уже определенные практики? О каких мы спонсоров будем говорить, если она проигрывает 10 мочей из 10? Кто будет вкладывать туда деньги? Принес, вложил деньги, и в итоге это все везде, все проиграет. Так вы сами себе противоречите. Вы собираете бизнесменов, а они вам говорят, Родина проигрывает 10 из 10 мочей. Мы просто собираем бизнесменов и говорим, дайте нам деньги на Родину. А если мы соберем бизнесменов и скажем, что мы вам дадим определенную налоговую поблажку в каком-то квартале в определенной сумме, то я уверен, что поменять налоги на меценатство у нас никто не откажется. А чем это отличается от того, чтобы просто вынуть из бюджета и дать все деньги? Если вы даете налоговую поблажку предприятию, бюджет недополучает налоги. И другие социальные проблемы, инвалиды, престарелые, одинокие, городская среда не получает денег. Мы должны дать налоговую поблажку. Мы должны рассчитывать здесь и экономический процесс. Мы должны налоговую поблажку давать в том контексте, чтобы данное предприятие еще было заинтересовано в развитии. В развитии чего? В развитии самого предприятия. То есть мы можем заложить ее, предположим, в прибыль или еще в какие-то моменты. Тут экономистам лучше судить в данном моменте. Но так или иначе это будет гораздо правильно, чем просто взять из бюджета и отдать. То есть это будет такой кредит, который регион берет у предприятия, получается? Потому что так или иначе у нас все команды, мы же реально понимаем. Вот давайте посмотрим на команды, допустим, ЦСКА, Зенит, Локомотив. Они же стоят на крупных, они не стоят на государственном счете, правильно? Они стоят на конкретных каких-то деловых взаимоотношениях с какими-то крупными организациями. Давайте будем конкретный пример брать с них, запрашивать какие-то данные, если они нужны, анализировать, делать какую-то проекцию на Кировскую область. Сколько человек ходит на матчи Зенита, а сколько ходит на матчи Родины? Ну и бюджеты разные. Мы не будем говорить, что нам надо 500 миллиардов рублей, правильно? Мы все же говорим о 200 миллиардов. А вы были когда-нибудь в раздевалках стадиона Родины? Просто у нас, да. На стадионе Родины были когда-нибудь? Я еще читал в прессе, что ситуация ухудшается с каждым разом. То есть ведь надо не только на команду 120 миллионов для ежегодной поддержки, 120 миллионов, но еще ведь нужно построить нормальный стадион и все остальное. Мы не можем рассуждать сейчас отдельно о раздевалках, о игроках или еще. Мы должны решать это в одном конкретном контексте и решать это последовательно и размеренно. То есть мы должны просчитать все это, сделать какие-то выводы и решить вопрос раз и навсегда. Значит, это канитель будет длиться вечно. Так все-таки как раз и навсегда. Вы говорите, сохранять однозначно надо. Однозначно сохранять. Я даже больше скажу. Вот смотрите, авторитет региональной власти, он за счет чего показывается на федеральном уровне? В том числе и за счет победы и участия различных спортивных команд на различных чемпионатах и прочем. Если мы говорим сегодня, что есть в бюджете какие-то средства условно на поддержку имиджа власти, давайте рассмотрим еще какие-то варианты поддержки. Но на самом деле надо все это увязывать с бизнесом и увязывать, чтобы у них были налоговые поблажки, они помогали спорту. Как это делается на федеральном уровне? Хорошо. Вернемся сейчас еще к вопросу точечной застройки. Ну, не совсем уже даже точечной, но к застройке. Вопрос дольщиков, обманутых дольщиков, хотела я с вами обсудить. Вот очередная история. Уже стектон кварталом всплыла. Там 120, как заявляют, семей остаются без жилья. И, наверное, вы видели, что у нас буквально каждые полгода появляются все новые и новые. И не мелкие, и не единичные, а крупные такие групповые заявления. Вот ситуация с новым Сергеевым, безумная совершенно, которая построена в пойме Вятки. Меры, которые сегодня принимают областное законодательное собрание, Министерство строительства Российской Федерации и прочее. Как вы думаете, они действенные, они помогут уже существующим обманутым дольщикам? Мне бы не хотелось сейчас рассуждать о будущем. Вот для чего создан фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Это на будущее все. И, как заявляют застройщики, это вызовет еще рост стоимости жилья. А вот что делать с теми людьми, которые сейчас остаются без квартир? Ну, я соглашусь с мнением сопредседателя Народного фронта Сергея, фирмы Маяковская, застройщик тоже. Он неоднократно говорил о том, что проблему дольщиков там быстро не решить. И он совершенно прав. Потому что на самом деле проблема, она осталась там, где-то далеко за нами. Потому что мы, когда банки дают кредиты на ипотеки, ипотеки сегодня, условно говоря, нечем платить тем людям, которые не имеют сегодня жилья, мы реально понимаем, что банки здесь, надо было увязать банки так же точно, ответственность, как и остальные, чтобы сегодня не было вопросов. Надо было прописать, что если стройка-то встает, то житель перестает платить ипотеку по данному, условно говоря, участку. И увязать банки тоже таким же образом, чтобы они тоже несли ответственность, чтобы их службы безопасности тоже проверяли порядочность этих данных, проверяли порядочность застройщиков. Просто мне вот, допустим, непонятно, у нас есть крупные и серьезные компании, такие как ССК, Кировспецмонтаж, которые уже годами подтвердили свою состоятельность и спокойно работают на этом рынке. Так неужели на вопросе согласования, ведь мы все это согласовываем, в город, администрации, везде проходит согласование данных строек. Неужели мы не видим, что данный, условно говоря, контингент, тиктон там или еще кого, как мы можем назвать различных там, кто недостроил. Неужели мы же сегодня реально понимаем, что когда мы даем разрешение, мы уже на риски. Давать разрешение только тем компаниям, которые не попадали в ситуацию с обманутыми дольщиками. И у нас масса таких компаний порядочных, почему мы не можем таким образом договориться? Для чего нам идти на риски, тем более, когда попадают граждане, что страдает на самом деле в данном конкретном случае? Я считаю, здесь недоработка городской власти, это однозначно. Здесь недоработка общей концепции, то, что мы должны были банки тоже увязать в этом процессе, чтобы они... Народный фронт с этой инициативой сейчас выступает, чтобы приостановить платежи населения по тем объектам, которые сегодня не достроены. Партия Родина тоже полностью поддерживает данное направление, потому что действительно у человека нет жилья, его еще заставляют платить ипотеку. Еще неизвестно, он достроит, ведь вот в чем дело. И остается у нас буквально одна минута. Пришел вопрос вдогонку уже, видимо, вашего спича о том, что партия Родина будет... Кировское отделение партии Родина будет бороться с точечной застройкой. Просит уточнить, каким образом будете бороться. А все очень просто. Мы сейчас возьмем базу, где у нас есть свободный участок, и будем контролировать. Если где-то у нас начнутся согласования проходить, у нас есть масса каналов информации, где мы получаем это. Мы будем выходить также к вам в прямой эфир, обращаться к населению, обращаться к губернатору, обращаться к главе администрации Шульгину. С просьбой не через два года, когда уже там все построено, поднимать шум, а сейчас прямо на стадии согласования этот вопрос обратить внимание. С просьбой рассмотреть. Либо остановить этот процесс, либо он уже со всеми там согласован везде, более подробно изучить. Вам же придется ходить на общественные слушания. С большим удовольствием. Хорошо, но там можно и встретить, в таком случае будет Федор Лугинин, председатель Совета регионального отделения партии Родина. Там я имею в виду на общественных слушаниях по выдаче разрешений на строительство в исторической, например, части города, если мы говорим о точной застройке. Это его особое мнение. Вы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM